Горелка. И туда. Горелка от обычного газового баллона. И полетели. Вставлено туда, там где стояла свеча накладка. А как-то родные, кстати, под газ переделывают печки тоже. Именно родную переделывают. Да. Тут пока не сложно? Да, вообще, она легко идет. Легко тут, да? Да. Да, такие горки не моют. Ни о чем, да? Ни о чем, да. Горбиратор Жигулевский, да? Да, Соликс. Ага, вот они. А, там гора жесткая. Там гора жесткая. Ну, блин, жесткая так жесткая. Это мы эту дорогу накатали на позапрошлый Новый год. У Криса была машина серьезная. Давай, я выйду, будет легче. Да. Нет? Едем. Ну, смотрите, мы как раз едем за флагманом. Концерна Тойота. Я бы сказал, лучшим внедорожником всех времен. И здесь, кстати, не было дороги. Это мы ее пробили два года назад. Как ровно вот два года будет в январе. На Новый год. Второго января, кажется, был. У нас такой был активный начало оффроудного года. Вон, снежок даже остался чуть-чуть, как я говорил, что на природе где-то должен быть немножко. Так, слышь, тут, наверное, вот этот горб правее. А, правее там тоже горб. Ё-моё. Ну, клиренс нормальный, да, я смотрю? Клиренс позволяет нам ехать. Клиренс позволяет нам ехать. Ширы тоже. Сейчас, если еще их приспустить, мы будем ехать везде. Сейчас там будет серьезный крутой подъем. И надо будет приспустить. Что тут на коксе? А, вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Правильно. Умный в гору не пойдет, а объедет лужу. Ё-ханы-бабай. Так, береги иномарку. Ой. Смотрите, снег есть. Видишь, ты боялся, что снега не будет. Да, удивительно. Ну, оно ж тут просто прохладнее. И где закрыто деревьями от... Дождя, наверное, было бы мало. Молода или что? Не, просто было... Дождя. Прохладнее было, наверное. Смотрите, аппарат как идет. Дверь не закрыл. Ну, тут подъем, на самом деле, еще по снегу очень жесткий. Так что, я думаю, что... Будет сложновато. Тут внедорожники не все заезжали по зиме. По зиме скользко. Тойота реабилитируется. После легких неудач. Запорожцу тут... Сложновато, я вам скажу, будет. Будем пробовать. Спичка интересная, конечно, решение. Запорожец пошел. Так, мне надо уйти. Ну, очень уверенно идет. Просто... Это шок. Вы знаете, я... Честно говоря, сейчас все удивятся. Когда увидят его наверху. Ё-моё, блин. Друзья, ну это... Это круто. Есть видео на канале. Как в эту горку... Ну, да, был там снежок, было скользко. Но внедорожники не все могли подняться. Там еще немножко дальше. Крутой бугор. Ну, после Запорожца теперь поедут все. Потому что... Если Запор заехал... Такого позора никто не потерпит. Я знаю, что в любом случае... И Панфайндер, и Паджеро... Неужели очканут? Там сложное очень место. Я там шрус сломал на Мега Уазе. Запор едет. Вот вам и... И трофи. Вот вам и рейды. Да, тут уклон... Просто жестяк. Фух. А он заехал. Ё-моё. Как? Непонятно. Заедут, если Запор зашел. Ползут, ползут. Сейчас вид на Киев открывается, покажу. Как во вчерашнем вечернем видео. Я уверена, все. Уверена, спокойно. Панфайндер идет. Опа, его сбросило. Вон, остой! Его сбросило. Вот вам и Запорожец. Надо, чтобы кто-то подъехал. Подтянул там глубокий овраг. Тут Криса, кстати, сбросила тогда. 2 января мы катались. Его сбросило сюда. У него был спорт. Свежий. Поджерик висит. Ну, еще не висит, но мог повиснуть. А я хочу чуть сдать за одним ходом, чтобы натянуть. Расщелина. По грудь мне тут местами, я по ней шел. Она уйти нам отсюда куда-то, Макс. Сюда в секторах. Нормально идет. Нормально идет все. О, еще чуть-чуть. Все. Все, стоп. Андрюха, отходи. Так. Так, ну вернули с опасного места его. Крис едет. Зачем она тащить все туда вниз? Крис едет потихоньку. Крис... Да потом, подожди. Крис, ровнее руль ставь. Руль ровнее ставь. Ровнее, еще вправо можно. Еще вправо, Крис. Открой окно. Подтянет. Крис, ровнее руль. Крис. Подожди, стой. Стой. Зачем ровнее? Он вообще упирается. Оказывается, он вообще притормаживает. Да он сильно вывернут очень. Его меньше надо. Давай, едь потихоньку. Ровнее чуть-чуть. Да, да, да. Вот так. Все, поехал. Система. Все, так, что он пропустил, значит, там уже нормально сеет. Думаю, да. Дальше уже должно быть лучше. Чтоб не скинуло. Нет, вот, Вадим, грустный ровнее. Ну, все, Крис. Паджироспорт спасен. Подтянуть тебя надо лебедочкой. Что, сбросило тебе? Бел, а ты не... Заглохло? Нет. Заглохло или же? Нет. А, сбросило просто? Хрустнуло в мосту что-то. А, в мосту хрустнуло? Вообще непонятно. Вот тебе, кто внедорожник. Что, запор заехал до конца? Да. Да? Все в шоке, да, наверное? Это точно невероятно. То, что я говорил. Глинистая тут такая почва. Замыливается протектор. Становится скользко. А вот пилот запорожца идет. Счастливый. Ни заднего, ни переднего нету? Не пилот, перед есть. А, перед... Что-то щелкнуло. Блин, а когда-то же у тебя была Тойота, помнишь? Надежный внедорожник. Так, передок ушел в отказ. Пробует что-то включить, выключить. Надо электрическое. Не, нету, да, передка? Ну, сейчас подтянем так. Запорожец выехал. Не едет. Ты что сравниваешь? Что делаем? Тащим наверх? Ты сравниваешь серьезный внедорожник? Понял. Руслан, ты не помнишь там сверху без привода? Ну, там можно ехать как бы местами. Ну, тебе надо зад спустить. Если ехать на задке, надо зад хорошо спустить. И тогда можно будет как-то ехать. Едет белый дельфин на помощь. Дельфин, это ты такую дорогу нашел, вот эту страшную? Я тут на Митсубиши на боку лежал. Я все помню. Все ходы записаны. Все ходы записаны. Да, тогда было очень тут сложно. Я помню, как груз спал в фондаш и так провалился. Да. Блокировки сзади нету. В общем, Запорожском и не в равных условиях на сегодня. Монопривод без блокировки. Пытается сам, но не очень. Дельфин разворачивается, чтобы убегать успеть. Осторожно, пацаны. Туда точно доедешь. Дельфин едет, сейчас спасет. Дельфин, аккуратно, Крис, не спеши. Крис, он так бодро начал. Ты дрифтом не занимался раньше? Нет. Помнишь, я тут шрус сломал? Вот на том месте, кстати, почти где Тойота. Я тебя расстраиваю, ты везде, потому что кому были, что не тянут. Да. Осторожно. Блин, тут экшен начинается нормальный. Стой, 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 Тойота, стой. Фух, блин, жесть. Подожди, Саня, стой. Куда, блин? Вот это жестяк. Тут обрыв просто впереди. Они стали над обрывом. Да, все точно, за что угодно будет пробежать. Нормально. Это он зря, это нормально. Не-не, это не зря, это нормально. Зато безопасно. Он сейчас подровняется. Такой коллективный разворот. Нормальное вам кино попало. Не, Саня повис. Тойота, в своей стихии. Да-да, очень скользко. Иди тяни его, Саня. А, Тойота, он едет. У него чуть-чуть под этот самый подъем. Оп, есть. Стой, стой, стой. Не, ну джип крутой. Джип крутой. Название правильное. Название правильное, машина правильная. Подровняй, Саня, подровняй. Да, поднимай себе. Не, не, поднимай, давай, давай. Так, бушлакер. Нет, чуть-чуть назад, Ай. У тебя не лобарится, не лобарится. Знаешь, что если бы у него блокировка было? У него есть. Нет. Задняя, задняя. Это самоблок, наверное, да? Я не помню. Потому что она подсрабатывает, потому что срабатывает. Самоблок, наверное, сзади, да. Ну, вот так и все, и поехал. И нормальное кино получилось. Как для вас, как под заказ для зрителей. Так, ну теперь дельфин везет в японский автопром. А запорожец тут сам проехал? Запорожец сам тут проехал. Стой, 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 стой. Крис куда-то упал. Куда-то провалился, да? Куда-то там он... Яма очень большая там была. Скажи, чтобы он объехал же. Ёханы бабай. Не, ну эта машина не предназначена. Ещё и землёй бросается, ёлки-палки. Попал, да? Как ты тут проехал вообще? Я проехал так же, как и там. Что, просто ехал и ехал? Просто ехал, ну буксовало немного, но ехал. Охренеть. Идти сложно реально. Очень скользко. Очень скользко. Смотрите, как скользко. Представляете? Тут проблемно на ту сторону перейти. А за пар ехал. Вид на Киев какой. Как под заказ погода. Просто шикарнючий день. Тепло, светло, мух нет. В общем, полная, полная бомба. Субтитры сделал DimaTorzok